еще один высоко урожайный сорт грушка консервная идеален для консервации не теряет внешний вид очень сладкий ну и мне кажется полезный добрый день друзья с вами канал далее от города и я нина коновалова потихонечку собираем наш урожай и я спешу поделиться еще одним скороспелом и еще одним высоко урожайным сортом томатов и это томат грушка консервная томат грушка консервная покупала я вот эту упаковочку семена седек года четыре назад и сею по чуть-чуть по несколько семян и вот как ни странно а семена имеет стопроцентную всхожесть растут у нас томат грушка консервная и в открытом грунте и в закрытом грунте и там и там показывает очень хороший и богатый урожай каждый раз выбирая тот или иной сорт томатов для посадки у себя в приусадебном хозяйстве конечно хочется выбрать именно тот который будет и устойчив к заболеваниям и устойчив к резкому перепаду температуры к засухе такой вот сухой к сухому воздуху и вот я хочу вам сказать что вот этот сорт он является именно таким давайте я вам сейчас расскажу вообще что он из себя представляет сразу оговорюсь на картинке конечно он имеет такой вот действительно красивую форму груши 4 год выращиваю этот сорт и четвертый год он практически имеет одну и ту же форму но вот как на картинке ни разу не был таким тем не менее этот сорт нам очень очень нравится этот томат относится крайне спелым а сортам где-то от схода росточка до плодоношения в среднем 100 дней он идеален и для открытого грунта но и для закрытого грунта поскольку имеет высоту семьдесят восемьдесят сантиметров тем не менее этот сорт томатов вам обязательно нужно подвязывать нужна какая-то опора ему поскольку он имеет такие тяжелые грозья с где-то в среднем 9 8 9 10 томатиков на веточке поэтому подвязка ему в обязательном порядке необходимо что касаемо подкормок что касаемо полива все тоже самое что и с другими томатами ничего особенного плоды как я уже сказала по идее должны быть грушевидными но у меня почему-то они немножечко отличаются возможно климатические условия не особенно ему похоже может быть почва какая-то другая в общем то что они слабо ребристые красные плотные массы где-то до 100 грамм это действительно на самом деле так и самая главная игрушка консервная имеет отличный вкус изначально я покупала этот томат для того чтобы консервировать поскольку меня заинтриговала само название и вы знаете на самом деле тор сорт этот идеален для консервирования поскольку не растрескиваются сохраняют свою форму ну а в дальнейшем при подаче на стол конечно смотрится очень очень эстетично хорошо переносит он транспортировку идеален для употребления в пищу свежем виде переработанном виде и в общем то он наверное один из лучших сортов который подходит для цельноплодного консервирования но об этом я уже говорила даже в условиях вот такой вот сильной засухи или сильных ветров если у нас посажен этот томат на улице один из немногих он прекрасно переносит все катаклизмы нашей погоды но ранее я рассказывала про золотое сердце точно также растет идеально и в закрытом и в открытом грунте дебарау и вот сегодня грушка консервная у меня еще остались семена и на следующий год также я его буду сажать и на следующий год думаю если вы сейчас зададите с целью найти семена этого томата то можете либо в своих магазинах поискать садоводческих либо где-то кто пользуется интернет магазинами но я думаю что вы не пожалеете приобретя этот томат вот знаете как я скажу у меня брат живет под подмосковье и вот у него томаты грушка консервная и вот именно такие которые на рисунке на упаковочке маленькие такие 70 80 100 грамм и вот именно форма груши у меня немножечко груша видоизмененная но наверное форму приняла тех груш которые растут у нас на участке ну в общем еще один сорт еще один почитаемый сорта в нашей семье думаю что эта информация кому-то будет полезно но во всяком случае речь идет о начинающих дачниках так что еще впереди впереди буду снимать очень хороший салат на зиму сегодня прям планирую снять его и приготовить снять и выложить это видео их кстати я хотела вам показать у меня томаты есть которые растут от пасынок что касаемо этих томатов иногда я обрезаю пасынки ставлю их в воду чтобы они дали корень и когда какие-то раннеспелые сорта я удаляю с теплицы то я эти пасынки выращиваю в дальнейшем только для теплицы на улице такой вариант не подойдет поэтому в общем то если у вас теплый регион если у вас есть пасынки ваших любимых томатов еще не поздно их поставить в воду там буквально пять дней дадут корешки и в землю если у вас есть теплица еще один вопрос который мне очень часто задают наши подписчики по моей рекомендации приобрести сорта божья коровка или красная шапочка некоторые люди задают вопрос какого все таки у меня размера растут эти томатики на самом деле томаты эти как и рекомендовано 50 сантиметров ну возможно где-то и выше потому что я абсолютно их не обрезаю не пасынку я с ними ничего не делаю у меня эти томаты растут уже самосевом ранее как то я их еще облагораживала а сейчас в этом году я столько вообще по выдергивал по выкидывала но не полностью я избавляюсь от этого томата объясню почему идеален томат для заморозки идеален просто потому что зимой когда его достаешь и он оттает он практически не меняет свою форму не теряет свою форму и вкусовые качества остаются прежними как в свежем виде когда уже он будет массово созревать обязательно про божью коровку и про красную шапочку я вам расскажу но честно вам скажу я уже не знаю что у меня здесь божья коровка или красная шапочка поскольку они уже тут перемешались и переопылились наверно друг от друга кстати я успела уже посадить или поздний по сделать поздний посев кабачков чтобы кабачки у нас были до самых самых морозов вот смотрите 22 июля были посажены семена кабачков естественно политы замульчированы и вот через шесть дней вот такое вот можно видеть у нас в лунке специально так делаю чтобы наши птицы и мы наслаждались полезным кабачком до поздней осени ну а так что друзья говорить можно много впереди еще другие сорта и сибирский скороспелый и волгоградский и бычье сердце розовый король в общем сортов будет много о которых я вам буду рассказывать какие-то сорта порадовали какие-то сорта не порадовали разочаровали от каких-то я буду окончательно отказываться все я вам буду показывать ну а сейчас я с вами прощаюсь как всегда желаю вам крепкого здоровья хорошего настроения и богатых урожаев спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»